приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы необычное название это видео курица не петух мочевина неорганика вызвана частыми комментариями под моими видео о мочевине в которых просто назидательно утверждается такая информация аммиачная селитра это минерально азотное удобрение а мочевина это чистейшая органика типа навоза то сразу разочарую таких комментаторов аммиачная селитра и мочевина это минеральные удобрения производятся эти минеральные удобрения на азотных заводах об этих производствах рассказывалось в учебниках по химии еще в школьной программе я это помню сегодня во многих странах производятся эти удобрения на современных установках описание этих процессов и самих установок есть в интернете книгах учебниках журналах специализированных различных книгах издания посвященных именно минеральным удобрениям напомню что в аммиачной селитре содержание азота в сухом веществе составляет в пределах 34 процентов мочевина же или карбамид еще называют это самое концентрированное из азотных минеральных удобрений в котором содержится сорок 6,2 процента азота в амидной форме о химических свойствах об особенностях использования этих минеральных удобрений можно рассказывать много но у меня сейчас другая задача задача понять почему в интернете и в под моими видео часто проскальзывают утверждение что мочевина это органика типа навоза ответ на него я нашла изучив историю создания мочевины а мочевину назвали мочевиной из-за того что открытию предшествовало именно изучение мочи в 1773 году французский химик иллер марен роэль выделил мочевину из жидкого продукта жизнедеятельности человека из мочи а в 1828 году немецкий химик и врач фридрих вёлер получил подобное мочевине вещество путем упаривания растворенного в воде цианата аммония именно с этого момента и начинают исторические химики отсчет истории органической химии так как впервые были было получено органическое соединение синтетическим путем по своей природе мочевина или карбамид это настоящее минеральное удобрение которое используется в химической промышленности в сельском хозяйстве в пищевой и других отраслях различных отраслях нашей жизни и производства продуктов я же использую мочевину для вне корневых подкормок в составе различных коктейлей хотите знать больше об изготовлении таких коктейлей и много много другого интересного подписывайтесь на наш канал ну а прежде чем завершить это видео напомню важную информацию о весе мочевины в доступных дачникам огородникам предметах измерения этого минерального удобрения и так в одной столовой ложке неполной вот сколько взяли и отсыпалось лишнее там 10 грамм мочевины спичечный коробок без горки вот ровненько выравниваем там 13 граммов а вот в 200 граммовом стакане 130 граммов мочевины вот такая краткая информация о мочевине на сегодня у меня все я раиса горяченко надеюсь ответила кратко на этот вопрос можно внедряться изучать более глубоко сам процесс именно изготовление карбамида аммиачной селитры но все это процессы создания минерального удобрения ну а я на такой позитивной ноте прощаюсь с вами до следующего видео желаю вам мира и добра и здоровья